Дело в суд. И какое дело? 10 человек. Свои действия подозреваемый объяснил очень просто. Якобы он хотел помочь сотрудникам ГИБДД задержать правонарушителя, за которым устроили погоню. Здравствуйте! С главными событиями этого дня я и мои коллеги познакомим вас в ближайшие полчаса в эфире новости по будням. Смотрите в нашей программе. Жить нельзя сносить. В Иркутске по решению суда должно быть снесено недавно построенное пятиэтажное здание. В программе разбираемся, что стало причиной и почему в областной столице продолжают незаконно строить дома. Когда построили и спустили на воду, неизвестно. В Слюдянском районе на дне Байкала обнаружили затонувшее плавсредство. Сегодня обо всех подробностях расскажем о таинственной находке иркутских дайверов. В Иркутске стартовали тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Из Упска узнаете, что и кому расскажут и покажут в деталях. Детальное разнообразие культуры в рубрике «Повесточки». В финале новостей по будням поведаю вам о фестивале комиксов в Иркутске, роскошном Красноярском подъезде и кладе в Израиле. А начинаем выпуск мы с новых нарушений закона в Министерстве лесного комплекса Иркутской области. На этот раз внимание прокуратуры привлекла попытка продажи почти 500 тысяч кубометров сосны. В рублях это получается около полутора миллиардов. Деляны подробку были выделены в 16 районах Прибайкалья. Примечательно, что нарушения закона даже не пытались скрыть. Прокуратура обнаружила распоряжение о проведении аукциона и все остальные документы на сайте министерства. Для продажи предпринимателям предлагались средневозрастные лесные насаждения, которые по действующему законодательству рубить запрещено. Исключение возможно только для погибших и поврежденных деревьев. Кроме того, обнаружилось, что в договорах купли-продажи в расчет стоимости древесины не включили коэффициент расходов на охрану и воспроизводство лесов. Из-за этого плата по договорам была существенно занижена. Заместителям прокурора Иркутской области в адрес исполняющего обязанности министра лесного комплекса объявлено предостережение. Благодаря мере прокурорского реагирования в настоящее время не допущена рубка лесных насаждений. Кроме того, городские районы, территориальные прокуроры в настоящее время проводят проверку исполнения лесного законодательства с целью выявления виновных должностных лиц. Насколько наказание для виновных будет серьезным, пока не рассказывают. По закону продажа неспелых лесных насаждений влечет за собой уголовную ответственность. Важно, что рубить сосны еще не начали. Проведение аукциона было отменено в тот же день. Следователям предстоит выяснить, кто мог бы приобрести выгоду, если бы продажа состоялась. К слову, законное лесопользование приносит региону существенный налоговый доход – более 10 миллиардов рублей в год. А вот сумма в 15 миллионов рублей, которые были потрачены из бюджета Усольского района, стала поводом для проверки регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Но обо всем по порядку. В 2018-м администрация муниципалитета решила продать в селе Новожилкино ветхое нежилое здание. Тут же нашелся покупатель, который за полтора миллиона рублей с удовольствием приобрел дом. Прошел год, а сделки благополучно забыли до тех пор, пока не был объявлен очень странный аукцион. Власти Усольского района решили приобрести здание, квартиры в котором предназначались для работников социальной сферы. И, о чудо, те технические характеристики, которые были опубликованы на сайте госзакупок, идеально подходили для проданного годом ранее дома. Более того, единственным участником аукциона стала компания, которая купила это здание и провела в нем ремонт. Сумма сделки 15 миллионов рублей, то есть в 10 раз больше, чем изначальная цена дома. Все это нарушение антивонопольного законодательства решили в ФАЗ. В ближайшее время виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Иногда сговор, а порой и откровенный обман сопровождает возведение новых домов в Иркутске. Очередная постройка решением суда приговорена к сносу. Сегодня наша съемочная группа встретилась с тем, кто невольно пострадал от народных бизнесменов. Все подробности у Павла Жолдева. Замах на копейку, результат на рубль, на много миллионов рублей. Это все о нем. Статусном бизнес-центре в Иркутске. По бумагам он должен был быть трехэтажным жилым коттеджем с чердаком и подвалом. А получился кирпичный монолит с офисами. И дело не в ошибке строителей, а в самовольном возведении объекта, не соответствующего выданному разрешению. Дело подсудное. Эфемида в этот раз оказалась полностью слепа к доводам владельцев здания. Вердикт снос. С этого момента у строителей есть всего лишь три месяца на то, чтобы исполнить решение суда. А именно снести незаконно возведенное здание. В противном случае начнутся санкции. В частности, штрафы за каждый день просрочки – одна тысяча рублей. Подобных самовольно построенных объектов в Иркутске десятки. Если точнее, 59. И далеко не все из них являются бизнес-центрами в достатке и жилых домов. Например, вот этот на улице Пескунова. Судебные тяжбы, связанные с его судьбой, длятся уже 10 лет. Здание было возведено с нарушениями, а сам дом приговорен к сносу за счет владельцев квартир. Мера беспрецедентная, но люди продолжают бороться. Параллельно проходят многочисленные экспертизы. Недавняя вновь вселила в жителей дома надежду. И профессор сделал экспертизу и прописал. Да, есть недоработки. Дом построен с нарушением. Снос нецелесообразен. Дословно, но он перевожу. Подлежит устранению. То есть его можно доделать. Подлежит реконструкции. Подлежит не реконструкции, а лишь доделке. Еще один проблемный жилой дом Иркутска на улице Дыбовского. Но и эта задача не из простых. Компания застройщика банкротилась. Пришлось людям заселяться в недоделанное здание. Без лифтов и коммуникаций. Условия для жизни сделали себе фактически сами. За собственный счет. Для ввода в эксплуатацию необходим лишь лифт. Его стоимость порядка полутора миллионов рублей. Мы прекрасно понимаем, что бесконечно эта ситуация в подвешенном состоянии оставаться не может. Поскольку дом ветшает. А поскольку он не введен в эксплуатацию, мы даже не можем пригласить, условно говоря, сюда какую-нибудь управляющую компанию полноценную. Которая бы, как положено, за этим домом следила. Потому что дом не введен в эксплуатацию. Соответственно, нет прописки. Проблемы у тех, кто здесь живет с детьми. С регистрацией, с пропиской, с устройством в школу или в детский сад. Единственный законный вариант ввести этот дом в эксплуатацию отдать его в нагрузку застройщику, который будет возводить новое здание, например, по соседству. Но пока желающих не нашлось. А вот зданий со спорной документацией и туманным будущим меньше не становится. Павел Жолдев, Владимир Пинаев. Новости по будням. Все больше людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, получают положенную компенсацию, в том числе через суд. Таким образом, выплат уже добились около 4,5 тысяч человек. Речь в первую очередь о тех людях, которые фактически проживали в зоне затопления, но не имели там постоянной регистрации. Часть подобных случаев была доведена до суда после вмешательства прокуратуры. Благодаря положительным решениям люди смогли подтвердить факты приобретения или наследования жилья в территориях, пострадавших от наводнения. Общая сумма выплат, полученных через суд, уже достигла 300 миллионов рублей. Это далеко не итоговая цифра. В прокуратуру за все время поступило порядка 300 подобных заявлений. Из них лишь две трети пока доведены до положительного исхода. А вот одна из заправочных станций области топлива в срок точно не дождется. Сегодня утром в Иркутске на объездной дороге в Ленинском районе загорелся бензовоз. Цистерна с нефтепродуктами воспламенилась прямо на ходу. К счастью, пострадавших нет. Сейчас устанавливаются причины, которые могли привести к возгоранию. Высокий градус напряжения сегодня чувствовался и в Свердловском районе областной столицы. Связан он был с тем, что тысячи иркутян утром оказались не на работе, а в автомобильных пробках. Заторы образовались на всех главных улицах левого берега Ангары. Так, например, на Сергеево машины выстроились в двухкилометровую пробку. Такое бывает редко, но сегодня утром передвигаться пешком было быстрее, чем на автомобиле. С аналогичными трудностями столкнулись и жители микрорайона Университетского. Очень долго приходилось добираться и до Глазковского моста. Причина утреннего транспортного коллапса банальна и проста. В городе произошло сразу 4 ДТП. Все относительно небольшие, в отличие от проблем, которые они доставили жителям города. А теперь к другим темам, более приятным. Только за 7 месяцев 2019 года регион посетили 209,5 тысяч иностранцев. Это на 35% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня предварительные итоги туристического сезона подвели в Иркутске. Лидирующие позиции по посещению столиц Восточной Сибири и Байкала удерживают туристы из Китая, Кореи, Германии, Франции и Японии. По сравнению с прошлым годом, число гостей из этих стран увеличилось более чем на 50%. С одной стороны, для региона туризм важен с экономической точки зрения. Так, в первом полугодии объем платных услуг в этой сфере составил более 2,5 миллиардов рублей. Но, с другой стороны, огромный поток людей в заповедных зонах зачастую наносит непоправимый вред экологии Байкала. При этом, несмотря на растущую туристическую привлекательность Иркутской области, в этом году в регионе произошло несколько событий, которые негативно сказались на количестве путешественников. И речь не только о лесных пожарах. По оценкам туроператоров и по оценкам турбаз на Байкале, спад потока все-таки наблюдался. Вторая волна паводков, которая прошла, она, конечно, и сыграла самую негативную роль, потому что как раз в Байкальске, да, как мы помним, произошел разлив реки в Слюдянском районе. Дожди в горах прошли и смыли пешеходные тропки, мостики на Хамар-Дабан, то, что тропа идет. И были оползни на Кругобайкальской железной дороге. Сезон отпусков завершился. Это значит, что пора строить планы на следующий. И, как говорится, готовься они летом. Сегодня мы вышли на улицу Иркутска и решили спросить жителей и гостей города о том, куда бы они хотели отправиться на отдых в следующем году. Ответ случайных прохожих узнаете далее. Наверное, бы за границей. А куда ехали? Наверное, бы в Таиланд уехала. У меня дочь за рубежом живет, я там ездила еще зимой сюда. Я люблю Таиланд. Очень люблю Таиланд. Вообще просто влюблен в него с первой поездки своей. В России, на Байкале, Золотое кольцо. Дома у нас здесь на Байкале. Больше нигде. В Италию. Или в Норвегию. Ну, в Италии я уже была, мне там очень понравилось. Там и тепло, и, в принципе, архитектура очень красивая. А в Норвегии природа, экология. Все такое красивое и симпатичное. Могу на Байкал съездить, отдохнуть. Ну, на Байкал обязательно поедем мы. Большинство опрошенных сегодня нами людей выбрало вариант заграничного отдыха. Причем свой отпуск они хотят провести преимущественно в странах Южной Азии, таких как Таиланд. Скорее всего, на этом складывается относительная дешевизна перелетов, жаркий климат и экзотическая атмосфера. Олег Федоров, Виктор Черкашин. Новости по будням. Отдых может только сниться инспекторам по делам несовершеннолетних. С начала года в полицию при Байкале поступило свыше полутора тысяч заявлений о пропаже малолетних детей. Эта печальная статистика вывела Иркутскую область на третье место в антирейтинге городов, где чаще всего пропадают дети. Больше таких случаев регистрируют только в Московской и Свердловской областях. Однако, как сообщают в пресс-службе полиции, только в каждом 20-м случае подростки пропадают на двое и более суток. Так, судьба одной девушки, жительницы при Байкале, пока остается неизвестной. Она ушла из дома 1 сентября и до сих пор не вернулась. В полиции говорят, что девушка сбегает уже не в первый раз. Всего за 6 месяцев 2019 года пропали почти 8,5 тысяч подростков по всей стране. 98 несовершеннолетних по-прежнему в розыске. Основными причинами такого поведения в этом возрасте является жестокое обращение с детьми, аморальное поведение родителей и наплевательское отношение к судьбе и проблемам, которые переживают в переходном периоде. Как правильно заботиться о детской безопасности, расскажут и покажут в Иркутске. Здесь начались практические курсы для будущих мам по безопасным поездкам в машине. Сегодня теорию и практику специалисты федерального уровня представили для медиков, блогеров и журналистов. О том, что же происходило на первом занятии в нашем сюжете. Я попрошу вас посадить туда нашего малыша. Усадить новорожденного в автокресло пытается журналист. Безуспешно. Также беспомощны бывают молодые мамы и папы при выписке из роддома. Теперь им будут помогать профессионалы. В Иркутске стартовал федеральный бесплатный проект. Пациенток в перинатальных центрах учат о зам детской безопасности. Практика на тренажере и личных авто. Трижды в неделю. На постоянной основе будущие мамы, либо уже разрешившиеся, могли получить информацию о том, как безопасно начать первые дни жизни своего ребенка и как безопасно сделать путешествие автомобилем. Безопасность гарантируют далеко не все кресла. Так называемые бескаркасные, а также некоторые ремни не способны спасти ребенка при ударе. Они лишь помогают водителю избежать штрафа в 3000 рублей. Но жизнь маленького человека несравнимо дороже. Это могут доказать родители 14 ребятишек, которые погибли на дорогах Иркутской области только в 2019 году. Конечно, не у всех жизнь зависела от автокресла. Кому-то взрослые доверили мотоцикл, кого-то не научили правилам дорожного движения. В принципе, ни одного из этих происшествий могло бы не быть, и дети могли быть живы. Кроме этого, гораздо больше детей, которые пострадали, у которых изменилось качество жизни, у которых после ДТП нуждаются в длительном лечении, нуждаются в длительных реабилитационных мероприятиях. И, к сожалению, не всем детям мы можем полностью вернуть здоровье даже при самых современных технологиях. Зато современные технологии безопасности значительно снижают уровень смертности в ДТП. Десять лет назад на дорогах страны погибло 28 тысяч человек. За полгода в 2019-м – 8 тысяч. Тенденция по снижению случаев гибели растет год от года. Молодые родители, прошедшие тренинги, могут внести существенную лепту в этот процесс. Тем более нужная информация и видеокурсы уже в ближайшее время будут доступны во всех перинатальных центрах и женских консультациях региона. Лада Рыбакова, Виктор Черкашин. Новости по будням. Регион совсем скоро окажется во власти зимы, поэтому грамотный и качественный ремонт тепловых станций – залог уюта в доме в холодное время года. Наша съемочная группа побывала на ТЭЦ Ангарской и узнал, насколько она готова к отопительному сезону. Будет ли уютно в домах ангарчан зимой – зависит от главного теплоисточника города – ТЭЦ-9. Эта станция производит не только электрическую, но и тепловую энергию. Обновления на ТЭЦ проходят ежегодно. В 2019-м было проведено 25 видов ремонтов основного оборудования, в том числе замена поверхности нагрева двух котлов и изношенных запчастей на двух турбоагрегатах. Кроме этого, на ТЭЦ-9 «Иркутская энерго», которая входит в компанию «Н-Плюс Групп», идет процесс перевода системы управления с аналоговой на микропроцессорную. Часть мониторов – это непосредственно для управления турбоагрегатом номер 2, часть – это тепломеханическая. Самые у нас ключевые показатели – это вакуум. Установленная тепловая мощность ТЭЦ-9 – 2400 гигакалорий в час. Этого с лихвой хватает на отопление 2000 городских зданий. А при работе на полную мощность станция способна и вовсе снабдить теплом полтора таких населенных пункта, как Ангарск. По раскинутым почти на полтысячи километров теплосетям горячее водоснабжение доносится до основных промышленных гигантов района. Для этого на ТЭЦ сегодня запасено 250 тысяч тонн угля. К отопительному сезону мы готовы на 100%. На самом деле, то, что ремонтная программа на сегодняшний день не закончена, на самом деле она у нас длится круглогодично. То есть мы, начиная с января, уже, собственно, реализуем ремонтную программу. На сегодняшний день те тепловые мощности, которые у нас находятся в работе, либо в резерве, вполне способны обеспечить ту тепловую нагрузку, которую от нас сейчас требуют. Компания «Н-Плюс Групп» выделила на ремонт оборудования станции в этом году почти 589 миллионов рублей. В планах энергетиков реализация проекта передачи тепловой нагрузки с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-9, в состав которой входит прокладка паропроводов, монтаж редукционно-охладительных установок и реконструкция цеха химводоочистки. Эти работы планируют завершить к концу 2020 года. Олег Федоров, Андрей Назаров. Новости по будням. Технологии прошлого века обнаружили иркутские дайверы в Слюдянском районе. На дне Байкала водолазы нашли плавсредство, принадлежность которого не могут определить даже моряки с многолетним стажем. Находку можно назвать случайной. После плановых и безрезультативных погружений аквалангисты решили сделать еще один заплыв около поселка Ангасолка. Там-то их и ждало затонувшее судно. На глубине 14 метров исследователи наткнулись на объект, отдаленно напоминающий подводную лодку. О том, что это может быть именно субмарина, говорят наличие герметичных люков, винта и мотора внутри. Размеры до конца неопознанного объекта небольшие, длина 3, ширина и высота по 2 метра. Возраст находки варьируется от 40 до 50 лет и на этом подробности о происхождении плавсредства заканчиваются. Теперь специалистам предстоит детально изучить субмарину. В данный момент пока мы можем определиться, для чего он был в принципе использовался. Но пока мы понимаем, что это было абсолютно подводное приспособление для каких-то подводных работ или для каких-то подводных применений и так далее. Применили все свои знания и сняли невероятно глубокие фильмы. Это я об участниках международного фестиваля «Человек и природа» имени Валентина Распутина. Он завершился в Иркутске позади 5 ярких дней. Фестиваль задуман как киноплощадка, заставляющая размышлять о сложных взаимоотношениях человека и природы и воспитывающая молодое поколение. В рамках конкурсной и внеконкурсной программы были показаны 34 ленты из России, Ирана, Германии, Канады. В общем, из разных уголков планеты. Гран-при, фестиваль и приз 200 тысяч рублей получил документальный фильм «Страна меда» из Северной Македонии. Героиней 87-минутной ленты становится пожилая женщина-пчеловод. Упорным трудом восстанавливающая хрупкий экологический баланс. Также призерами стали режиссеры из России, Канады, Ирана, Норвегии и Филиппин. Всего за пять дней на семи площадках города состоялось 110 мероприятий разного формата. Мастер-классы, лекции, киношкола. По предварительным данным их посетили около 4,5 тысяч человек. Несколько десятков ангарчан взяли руки лопаты и ведра и отправились во дворы. Что они там делали, узнаете сразу после новостей спорта. Пауэрлифтинг ошибочно считают исключительно мужским видом спорта. Это доказали иркутянки на чемпионате России среди слепых. Кристина Арсентьева в дисциплине «Жим-лежа» завоевала золотую медаль юниоров. А Светлана Ахметова также завоевала высшую ступень пьедестала почета, соревнуясь с женщинами старше 40 лет. Сразу два самбиста Иркутской области успешно выступили на всероссийских соревнованиях. Так, на состязаниях в Уфе Николай Мусиенко в весовой категории 100 килограммов занял третье место. Аналогичный результат показал Семен Ярин. Правда, свою бронзу молодой человек получил на другом турнире федерального уровня, который состоялся в Якутске. Боулеры со всей страны прибыли в Иркутск. С 24 по 27 сентября в столице Восточной Сибири пройдут всероссийские соревнования. В турнире примут участие более 60 спортсменов. Стоит отметить, что сборную Прибайкалия будет представлять целая делегация из 43 человек. Определять чемпионов мастера шара и кегли будут в четырех дисциплинах. Данил Седов, новости по будням. Сразу четыре гонки крейсерских яхт состоятся в Иркутске в конце этой недели. Все потому, что в областной столице пройдет традиционная регата «Бархатная осень». Эти соревнования в акватории Иркутского водохранилища проводятся уже в 42-й раз. Регата считается самой представительной в нашем регионе и закрывает сезон в Прибайкалии. Статусный турнир продлится три дня с 27 по 29 сентября. Дистанцию и время гонки сообщат в день старта. Все это напрямую будет зависеть от погодных условий. Недаром регата «Бархатная осень» относится к пятой категории сложности. На данный момент на старт уже готовы выйти 20 яхтсменов. Однако к пятнице их число точно возрастет. Растет и число зеленых насаждений в городе нефтехимиков. А все благодаря экологическим акциям. Одна из них, укоренись в Ангарске, стартовала на прошлой неделе. Местные жители с удовольствием приняли в ней участие. В более чем 10 дворах появились молодые рябины, сосны и березы. Всего в рамках акции планируется озеленить около сотни территорий. А что еще интересного происходит в регионе, за его пределами знает Юлия Горзова. Всем здравствуйте! Вокруг нас множество предметов культуры и искусства. Книги, скульптуры, памятники, картины. Сегодня предлагаю поговорить о культурном многообразии. Начнем, пожалуй, с Байкал Комикс Фест. Уникальный фестиваль поп-культуры соберет 28 и 29 сентября в Иркутске всех тех, кто жизни своей не представляет без комиксов, кино, игр и аниме. Гостей на 5000 квадратных метрах ждут яркий косплей, красочное концертное и световое шоу, квесты уникальной декорации и, конечно же, герои любимых игр и фильмов. От современной культуры перейдем к более традиционной – духовной. Театральные и музыкальные коллективы и исполнители, а также артисты, литераторы и художники из разных городов будут принимать участие в фестивале «Сияние России». Он уже стартовал в регионе. В течение недели в разных уголках области будет проводиться множество концертов, спектаклей, творческих вечеров и литературных встреч. Все это направлено на возрождение духовности и нравственности, сохранение и укрепление исторических и культурных традиций при Байкале. Сохранить культурные ценности решил и электрик в Израиле. Мужчина по дороге на работу нашел древний клад. Во время одной из остановок он облокотился на скалу. Неожиданно камень подался и электрик увидел под ним древние горшки и кувшины, а также медный кинжал с деревянной рукояткой. Они были скрыты от взора людей более 4000 лет. Мужчина понимал, что это не его частная собственность, а наследие, которое принадлежит всему народу. Поэтому передал предметы управлению древности Израиля. Если одни находят предметы культуры, другие их создают. Это применимо и к жителю Красноярска, который превратил свой подъезд в настоящий дворец в стиле рококо. Теперь на ярко раскрашенных стенах красуется лепнина и репродукция картин известных художников. Начал пенсионер преображать лестничные клетки почти 20 лет назад, когда еще работал в ремонтном депо. Именно там мужчина обзавелся необходимыми навыками. Соседи оказались не против такого превращения. Вот и все на сегодня. До встречи! И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. После небольшой рекламы эфир НТВ продолжат наши федеральные коллеги. Я же говорю вам до свидания. И помните, мы всегда вместе с вами.